Добрый вечер. Новости на канале БТБ в студии Оксана Гудсайт. Режим прекращения огня в целом выполняется. Этот факт в телефонном разговоре констатировали президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин. Лидеры обоих государств судили результаты минских договоренностей, а также обговорили шаги для прекращения огня устойчивого характера. Стороны также подчеркнули необходимость максимального привлечения АБСЕ к мониторингу ситуации и доставку международной гуманитарной помощи. Суверенитет и независимость Украины останутся неизменными. Такую уверенность выразил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу BBC. Глава государства также сообщил, что делает все возможное, чтобы в стране наступил мир. При этом отводить войска от занятых ранее позиций Украины не будет, потому что речь идет о нашей земле, подчеркнул Петр Порошенко. Мы готовы защищать свою страну. Я готов сражаться за Украину и даже умереть за нее. Я уверяю вас, что так же думают многие жители нашей страны. И я, и все мы делаем все возможное, чтобы в Украине был мир. Чтобы мы могли быть вместе с остальным миром. Вместе с Европой. Петр Порошенко также призвал весь мир объединиться в своей солидарности с Украиной. Ведь если Москву не остановить, российская армия численностью в более миллиона солдат может взять не только Киев, но и любой европейский город. События на Донбассе – это война не только Украины, уверен президент. Поэтому страны НАТО и предложили Киеву высокоточное оружие, чтобы создать на нашей территории европейскую систему безопасности. Россия продолжает стягивать войска в Крым и Ростовскую область. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Передислоцированы через Керченскую переправу на материк части мотострелковых и артиллерийских подразделений. Их планируют направить к границам с Украиной. В то же время российские войска стягиваются к границе Крыма с Херсонской областью. Также наблюдается активность россиян в направлении Мариуполя. В частности, вчера зафиксировано передвижение российских военных колонн по трассе Ростов-Таганрог и далее в сторону границы с Украиной. Силы АТО четко соблюдают приказ Верховного Главнокомандующего и поддерживают режим прекращения огня. Об этом сообщил спикер информцентра СНБ Андрей Лысенко. Однако, по его словам, после объявления перемирия в пятницу после 18 часов вместо дислокации украинских военных были обстреляны в районе Красногоровки, Золотого, Попасной, Фрунзе, а также Донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских силовиков, при этом 10 уже после объявления режима прекращения огня. Никто из военнослужащих за этот период не пострадал. В то же время перед тем, как отойти из поселка Широкино, российские войска массово заминировали эту территорию. Таким образом, они хотели сдержать наступление украинской армии. Об этом в своем фейсбуке сообщил представитель АЗОВа Захар Лаврентьев. По его словам, форма и мина напоминают игрушку и вызывают желание взять ее в руки. Поэтому военные обращаются к местным жителям с просьбой быть очень внимательными. Андрей Лысенко также сообщил, что в Мариуполе ситуация стабильная и контролируемая. Новых атак в сторону города боевики не предпринимают. Еще вчера нашим военным удалось отбросить российских наемников и российских военнослужащих к Новоазовску. Они потеряли 4 танка, БМП и до 20 военнослужащих. Больше попыток атак в направлении Мариуполя не было. В Донецке наконец-то тихо. Стрельбы нет. Ночь прошла спокойно. Об этом сообщает горсовет. Ситуация с водоснабжением еще не стабилизировалась, поэтому вода появилась не во всех районах. На шахте Засядька был подключен трансформатор. И сегодня специалисты начнут восстанавливать энергоснабжение в районах Щеглова, Ивановка, Путиловка, пятый участок в Киевском районе. Тем временем жители Донецка надеются, что благодаря минским договоренностям огонь прекратится и наступит долгожданный мир. Доверяю, не доверяю, но рассчитываем на лучшее. Чтобы был мир. И все, не стреляли, чтобы дети не гибли. Впервые за последние месяцы и в Луганске ночь прошла спокойно. Службы начали восстанавливать инфраструктуру. Однако в городе по-прежнему нет электроэнергии, воды и связи. Общую сумму убытков облсовет Луганской области уже оценил в более чем 3 миллиарда гривен. В результате действий боевиков серьезно пострадала инфраструктура региона. Повреждено и разрушено около 4 тысяч объектов. Это школы, больницы, производства, а также многоквартирные и частные дома. В первоочередном восстановлении нуждается 40 объектов. Для них потребуется почти 120 миллионов гривен. Источником финансирования станет резервный фонд госбюджета. Донецкий национальный университет из-за боев будет учить студентов дистанционно. Об этом сообщил ректор Роман Гринюк. По его словам, ВОЗ активно проводит вступительную кампанию и продолжает выполнять свои обязательства перед студентами и преподавателями. Ректор объяснил, что такой формат работы начнется с 29 сентября. До этого времени университет подготовит качественные видео-лекции, аудиоматериалы и презентации, а также электронные учебники и методички. А в Госказначейство уже направили все необходимые финансовые документы для выплаты зарплаты стипендии. В Украине сегодня вступил в силу закон о высшем образовании. В связи с этим премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает необходимость четкой реализации документа и выступает за патриотическое воспитание молодежи. Глава правительства высказался за предоставление учебным заведениям реального статуса автономии. Арсений Яценюк также сообщил, что 1600 студентов из Крыма перевелись в вузы материковой Украины. И 11 тысяч абитуриентов Донбасса поступили на первый курс в других регионах. Закон действительно хороший. И надо отдать должное, что практически все, чем мы занимались в течение последних трех лет, нашло отражение в этом законопроекте. Единственная проблема – долгий путь от написания документа до его выполнения. Поэтому закон – это инструмент, это текст, обязательный текст. Но документ ничего не стоит без людей, которые его выполняют, без желания ректоров. И это мое обращение к вам. Судьбу военнослужащих в зоне АТО отныне можно узнать в новосозданном учреждении. Межведомственный центр помощи по вопросам освобождения пленных заложников и поиска пропавших без вести сформирован на базе Службы безопасности Украины по поручению президента. Первый день работы заявлению граждан принимали председатель СБУ Валентина Ливайченко и руководитель межведомственного центра Виталий Яловенко. Киевлянка Елена уже потеряла последнюю надежду найти своего брата. Вадим добровольно пополнил ряды батальона «Донбасс» несколько месяцев назад. После событий под Иловайском объявили, что он погиб, но тело так и не нашли. Семья Елены все еще надеется найти родственника или узнать хоть какую-то информацию о нем благодаря новому центру. Я уже была где только можно, во все инстанции, которые только я могла придумать, потому что нет нигде, куда мы должны обращаться. То есть единого какого-то центра, который бы нас направлял куда и как надо, нет. Поэтому я стучусь во все двери. Я ожидаю того, что хотя бы начнутся какие-то поиски и выяснения, где мой брат. В СБУ утверждают, что в новый межведомственный центр информация поступает со всей Украины. Государственные учреждения объединяют свои силы, чтобы помочь всем тем украинцам, чьи родственники пропали на востоке страны. Мы выясняем судьбу каждого человека. Выясняем для родственников, ищущих своих родных, военнослужащих. Независимо от того, мобилизован ли он и служит в вооруженных силах, или в Нацгвардии, или в других ведомствах, которые сейчас защищают территориальную целостность нашего государства. Главный и ключевой вопрос – найти каждого военнослужащего. Мы пригласили наших коллег из Министерства обороны, из Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, пограничной службы. Мы получили у них все данные, которые у них есть, о своих военнослужащих, которые либо пропали без вести, либо они не знают о их местонахождении, либо действительно захвачены террористами в плен. В заявлении нужно указать имя и фамилию, и по возможности подразделение, где служил пропавший. Сотрудники СБУ на месте предоставят информацию о военнослужащим. Помогают работе центра и волонтерские организации. Волонтеры, разные общественные организации – Донбасс-СОС, Крым-СОС, горячая линия волонтеров, горячая президентская линия – все они получают огромный поток информации. У каждого есть знакомые, которые работают с добровольческими батальонами напрямую, поэтому эта сетка знакомых и позволяет способствовать и помогать. В междведомственном центре помощи Елене обещали отыскать пропавшего брата. И девушка надеется, что он все же вернется домой живым. Ярослава Ковтун, Михаил Чаркин, БТБ. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал создание временной следственной комиссии по расследованию фактом торговли вооружением и военной техникой за последние 10 лет. С этой целью премьер обратился к генеральному прокурору Виталию Яремой и народным депутатам. По его словам, госконцерн Укроборонпром, который производит оружие и торгует им, не подчиняется к обмину. Ранее сообщали, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против руководства Укроборонпром о массовых хищениях имущества оборонного ведомства. В частности, речь идет о киевском бронетанковом заводе. В Санкт-Петербурге в пятницу местная активистка вышла на Невский проспект в образе ослепшей России с кровью на руках, протестуя против военной агрессии Российской Федерации. Девушка в одежде цветов российского флага и с повязкой на глазах протягивала к прохожим окровавленные руки с георгиевскими лентами на запястьях и громко кричала. Местная полиция вызвала скорую помощь, но вскоре врачи-активистку отпустили. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова